Депутаты городского округа Люберцы провели отчетную конференцию в формате живого общения. На ней подвели итоги работы за 2023 год и рассказали о развитии важных социальных объектов для жителей. Подробнее расскажет Анастасия Хладинова. Конференция началась с подведения итогов за прошедший год. Председатель Совета депутатов Владимир Ружицкий рассказал о результатах совместной работы с администрацией городского округа. Позитивные изменения затронули сферы образования, благоустройства и дорожного хозяйства. Особое внимание – блоку здравоохранения. На сегодняшний день, на улице 8 марта, фитополиклиника на 600 посещений в смену. Также завершилось строительство новой детской поликлиники в ЖК Живебина, парк, кто знает это на северной стороне. Что касается ЖК Веберецки, то ведется строительство смешанной поликлиники на 300 посещений. Также оборудован демонстационар психонерологического диспансера на спидкоре. Встречу с депутатами посетили жители округа и представители общественных организаций. У каждого был и свой вопрос. Лариса Ищенко предложила еще больше заниматься патриотическим воспитанием детей в школах и вопросом получения необходимой помощи военнослужащим. Сейчас как раз отвечают и это приятно слышать, что работа такая ведется и будет очевидно усиливаться, я так понимаю. И это есть правильно, потому что до начала СВО у нас очень много было в стране чего неправильного. Сейчас радует то очищение, которое можно видеть на телевидении, в обществе. О деятельности депутатского корпуса в течение года информировали СМИ и социальные сети, но вопросов все равно много. На некоторые ответ был дан сразу, остальные требуют детального изучения и подключения различных структур и ведомств. Ответ на них предоставят в ближайшее время. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.